всех приветствую на канале 18 соток и сегодня я покажу как я делаю весеннюю обрезку своим пиларгонием осенью обрезку я не делала потому что зимой световой день небольшой чтобы растения не вытягивались я решила перенести это на весну вот сейчас начало марта и как раз самое время обрезать мои пиларгонии они вот так вот перезимовали у меня на окне сейчас они выглядят сейчас будем делать обрезку прежде чем приступать к обрезке пиларгоний и тем более если это обрезка на пенек растение не нужно поливать но вернее полить его нужно дня за два для того как вы собираетесь обрезать потому что если будет слишком влажная почва то потом у обрезанного растения могут возникать разные корневые гнили чтобы этого избежать почву рапалили за два дня растения почва сверху на сантиметр 2 подсохла только в том случае потом можно приступать к обрезке растения вот так выглядит один из кустиков пиларгонии за зиму вырос уже сам не держится без опоры здесь у него 4 есть ствола все эти стволы буду обрезать на пенек для этого нам понадобится я буду обрезать лезвием многие обрезают скальпелем или есть специальные секаторы для комнатных цветов я буду обрезать лезвием лезвие предварительно нужно обработать или спиртом у меня в данном случае перекись водорода хорошо вытрем лезвие с обеих сторон и будем смотреть где нам лучше обрезать так как у меня здесь четыре ствола я могу обрезать короче ищу между узле где раньше росли листочки и между между узле ими делаю разрез под прямым углом вот одну веточку убрали смотрим другую где лучше обрезать здесь наверно буду обрезать покороче здесь вот есть спящие почки делаю надрез вот здесь между узлами еще одну веточку обрезали здесь остались более молодые побеги обрежу этот листик уберу обрежу где-то вот так тоже еще между узле и обрезаю чуть ниже так и также аналогично срежу 2 4 это уже будет между узлами получилось так осталось несколько старых листиков они потом сами отпадут отомрут и проснуться спящие почки пойдут молодые побеги когда вы делаете для укоренения себе черенки как я уже сказала сам черенок должен быть не менее 5 сантиметров быть длину и смотрите сколько у него будет почек должно быть не менее 345 тоже нормально потому что может какая-то почка не проснется есть запасная здесь проснется или здесь вот может проснуться почка здесь вот здесь уже проснулась и тут еще две есть запасе кто-то из них но проснется срезы которые получились я всегда обрабатываю зеленкой смачиваем палочку и аккуратненько замазываем зеленкой эти ранки вот все теперь будем ждать до появится проснуться почечки появится новая листва из этих черенков которые я отрезала можно сделать несколько черенков вот сейчас возьму верхушечный срежу он должен быть не менее 5 сантиметров ну срежу его примерно вот здесь беру нижние два листочка 3 даже можно такой черенок убираю при листнике осталась вот такая вот часть срежу примерно вот здесь надо подровнять не очень ровно получилось тоже убираю нижних три листка этот такой черенок тоже можно укоренить еще такая вот лошадка выросла у меня за зиму выросла этот сорт называется пак вива розита розита выросла в один стебель так как я его не прищипнула осенью пожалела вот такая выросла розита за зиму тоже обработанным лезвием но здесь я на пенек отрежу чуть повыше чтобы больше там 4 ствола было больше почек проснется здесь в один ствол отрежу чуть выше чтобы проснулись почки здесь примерно наверное оставлю вот такой высоты ствол и срежу все остальное вот такой пенечек я оставлю тоже ранку замажем зеленкой из этой части тоже сделаю себя себе 2 черенка или может даже 3 вот такой толстенький ствол длинный можно наверно сделать три черенка вот здесь срежу для верхушечного черенка беру нижние листья какой толстунчик получился вот здесь все таки наверно не 3 а 2 сделаем остальное уберу уберу нижние листья тут уже из пазухи пошел новый росточек надеюсь проснуться и здесь тоже при лестнике все уберу вот из розиты получилось два таких черенка вот так выглядит розита после операции если вы обрезаете в один день сразу несколько сортов чтобы не путаться я беру обычные пластиковые стаканы или какая посуда у вас есть подписываю название сорта в данном случае у меня пак вила розита вот и в этот стаканчик вставляю черенки и оставляю их так на два часа чтобы не было кучек несколько у вас там и этот сорта это чтобы не было потом потеряшек сохнут они у меня подсыхают два часа вот таких вот стаканчик вот еще стаканчик и так можно последовательно обрезать несколько сортов теперь буду ждать два часа пока подсохнут срезики вот примерно полторы недели назад то есть это в конце февраля я обрезала пеларгонию сорта pink rambler вот так сейчас она выглядит уже появилась молоденькая листва листочки еще маленькие но они будут набирать силу кустик начинает пушиться и уже к маю будет хороший пушистый кустик поливать такие обрезанные растения надо с осторожностью лучше меньше воды чем больше по краю горшка по стеночкам поливать совсем-совсем немножко воды миллилитров 50 и потом смотреть чтобы не пересыхала почва какой-нибудь палочкой проверить грунт насколько он просох если 2-3 сантиметра просох можно уже пробить немножко опять вот для примера у меня есть недавно укорененный черенок пеларгонии элмсет растение было совсем молодое но я от души его полила и вот что получилось развился хлороз у листьев такое заболевание можно лечить хилатом железом быстро восстанавливает листву ну так же листва может восстановиться и сама но для этого понадобится большее количество времени для восстановления корневая система еще не очень хорошо развита листвы было немного впитывать такое количество влаги было нечем вот получилось такая вот история вот прошло два часа срезы уже подсохли рамки затянулись пленочкой можно приступать к укоренению я укореняю всегда двумя способами это обычная кипяченая вода я беру наливаю стакан в котором будут укореняться добавляю сюда одну таблетку активированного угля и ставлю воду черенок воду периодически нужно менять хоть она кипяченая меньше всяких возбудителей микроорганизмов всяких там живет но все равно воду лучше менять периодически и второй способ укоренения это перлите в почве я не укореняю из-за того что очень мало пространства куда можно поставить укорененные на укоренение черенки с грунтом вот такой стакан я могу поставить несколько будут меньше места занимать в перлите кореняю вот таких вот небольших полиэтиленовых пакетиках тоже место много не занимает для укоренения в перлите беру перлит фракции такой как песок набираю кулечек примерно вот так чуть меньше и поливаю смачиваю слабым раствором марганцовки так чтобы вода не стояла но весь перлит был хорошо смочен вот примерно вот так вставляю сюда черенок немного прищипываю чтобы лишний вернее чтобы влага не сильно испарялась и потом такое большое количество пакетиков можно сделать и поставить какую-нибудь коробочку на укоренение когда появятся корешки их сразу будет видно вот так и укореняю свои пеларгонии вот так выглядят мои пеларгонии после обрезки остались практически одни пенечки без листвы но это ничего страшного через некоторое время будут молодые побеги можно будет сформировать красивые пушистые кустики вот все черенки стоят у меня на укоренении следующем видео покажу вам как выглядит мои пеларгонии после обрезки через некоторое время заходите в гости на мой канал задавайте вопросы буду рада всем ответить до свидания